всем привет с вами ирина валерий и сегодня наконец будет серия которую я уговаривала моего мужа снять лет десять потому что это город который он хорошо знать детства а я лет 18 и так сегодня серия будет про таганрог от меня сейчас будет вам сухая информация и факты а дальше посмотрим что будет дальше и так таганрог город в ростовской области примерно 66 километров от областного центра ростова-на-дону численность населения примерно 250 тысяч человек по непроверенной информации говорят что название города происходит от тюркского слова и означало она мысль с подставкой от огонь маяк основан петром первым крепость с названием троицкая я постараюсь сейчас сделать маршрут по каким-то классическим таким местам по которым люблю гулять я а тимофей обещает от себя маршрут по злачным местам таганрога пойдемте с нами и теперь всем здравствуйте конечно мои слова теперь в этой серии закончились дальше я продолжу свой рассказ про мой любимый город таганрог не правда почему ну твой любимый город брюге ну да ладно мой любимый город на юге россии хорошо давайте пойдем посмотрим что вообще есть первая точка классическая мы вышли на улицу петровская который почему-то наши родители называют ленинской упорно а тут забавная история эта улица раньше был называлась улице ленина потом уже тоже при мне ее переименовали причем части сделали петровская остальную часть оставили улица ленина и вот дальше я покажу свой район он уйдет фактически на на улице ленина и потом это улице приходит петровскую и тоже покажу где это происходит нет это в набережной нас есть но почему то что все здесь гуляют да это центральная улица на всякие праздники и перекрывают а раньше она вообще была пешеходной но короче будем идти рассказывать обычно когда мы гуляем тимофей очень много интересного мне всяких знаете байк из клепа рассказы постараюсь сегодня вытягивать и так начнем с первой достопримечательности это альфа-бан нет это дом молодежи причем это дворец культуры был комбайн и строительный по если не ошибаюсь он сделан форме то ли гайки то ли запчасти от какого-то комбайна или трактора но в общем интересная такая конструкция я найду фотографии сейчас его покажу и здесь в разные времена совершенно разные находились места например вот сейчас тут кинонео это кинотеатр а когда-то давно тут была концертная площадка здесь всякие неформальные концерты проходили которые мы постоянно ходили всякие рэп батлы почему-то было это конец 90-х так что таганрог в этом плане очень продвинутый в плане музыкальных коллективов в групп местных и тут очень всего много было я собственно не исключение ну вот а дальше потом тут был какой-то модный клуб по моему не он назывался ну кстати он на его и назывался да ну это уже были двухтысячные ну идем дальше звезды флаги это все приурочено к дню победы 9 мая вот сегодня как раз у нас 11 мая если не ошибаюсь но все все украшения еще не убрали здесь будет установлен память памятник то ничего если кто знает он в узких кругах до достаточно известен как поэт песенник бард он в общем-то из таганрога поэтому в таганроге он известен знаменитый всегда все его любили ну вот здесь будет памятник как раз самом центре возле 20 молодежи гоголевский 1 историческое здание ну она знаменательна тем что на первом этаже на протяжении последних двадцати наверно лет была юридическая консультация моей мамы она сейчас переехала сейчас в более удобное место вот там вот окна на втором этаже там мы проводили очень много вечеров но это уже была другая история шлюхи мои шлюхи нет там жил фред с левой стороны парк горького знаменитое место очень большой парк здесь на втором этаже очень долго было фото отелье не знаю что там сейчас но много летом оно было а это у нас тум таганрогский универсальный магазин как тум только тум ну если что его перестроили совсем ну по факту его тут разрушили и построили новое здание но давным-давно нужно в таком состоянии стоит никакого не откроет но ждем когда его откроет так вот он вход центральный вход в парк вот ждем победы тут все все надписи как бы празднично еще держится сейчас покажем вам новую локацию мы пришли на новую локацию это место теперь называется таганрогский трамвай типа того вообще здесь всегда был так называемый пятак дискотека то есть такой открытый кинотеатр ну собственно вот он остался и здесь проходили по выходным что ли всякие дискотеки собирались со всех районов люди ну это правда такое было место немножко агрессивная и тут постоянно какие-то проходили конфликты драки но это было очень давно те времена уже давно минули и место простаивало ну кстати тут на новый год еще елку ставят а теперь тут сделали инсталляцию посвященную таганрогскому трамваю сейчас посмотрим трамвай кстати по поводу трамвая не так давно в таганроге ведется огромная реконструкция всего трамвайного парка и рельсы и вагоны и депо и все 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 и мы покажем шикарные таганрогские трамваи какие они сейчас есть еще не все линии закончены но много уже сделано и на открытие приезжала валентина матвиенко и кстати она же курирует я так понимаю город таганрог теперь и как-то жизнь здесь постепенно налаживается делают дороги делают трамвай и возможно он станет культурным туристическим центром ближайшие 10 лет ну по крайней мере на юге россии точно кстати здесь кинотеатр так и остался и здесь показывают фильмы теперь да открыть открытый показы бесплатно да вот здесь вот в 15-30 кунг-фу панда потом дети шпионов потом алиса в зазеркалье так что можно остаться и посмотреть вот даже есть небольшой амфитеатр такой а потому что ну это уже через полчаса но вот он трамвай мы собственно что вам пришли показать это но я не знаю это самый старый или один из старых вариантов на самом деле такие трамваи в городе я не видел вот с детства мне их они уже не попадались возможно это совсем древний вариант но в таганроге уже были другие трамваи уже посовременнее а такие похожие трамваи долгое время еще простой курсировали видимо там парк совсем был старый но там в ростове трамвайный транспорт не так сильно популярен как здесь в таганроге трамвай он но он сродни метрополитену в москве потому что сев на трамвай вы можете проехать весь город причем также с пересадками абсолютно из одного конца города в любой другой вы можете попасть на трамвай но не знаю все попытаюсь найти карту если карта маршрутов потому что но мы всегда пользовались только исключительно картой в голове маршрутов не так много на самом деле то есть это не сложно забавная история здесь одно время у нас было целых два колеса обозрения и не стояли друг напротив друга потому что старая уже закрыли потом поставили новое но например на такой же чуть выше может быть и потом они стояли какое-то время два но потом старая по моему убрали все таки и вот он парк как когда он зеленый все очень красиво впереди зеленый же театр в котором всякие представления происходят концерты и так далее а вот он вот он знаменитый таганрогский песчаник о котором я говорю в европе люксембургский сад парижа и много где еще других местах вот этот вот песчаник поэтому я сравниваю все все места с именно стаганрогом сейчас очень развивают весь туризм на дону если вас это интересует то вы можете вот я сейчас просто увидела за мной стенд то вы можете перейти по этой ссылке все просто наведите сюда свой телефон петра первого ну и я надеюсь вы все знаете что таганрог это еще и родина великого писателя антона павловича чехова но сегодня я спросила мужа был ли он когда-либо в домике чехова и он сказал нет ну кстати это какой-то так что мы все вместе первый раз пойдем это какой-то интересный казус потому что есть здесь домик чехова а есть другое место музей лавка чехова это там где магазинчик был с чай кофе другие колониальные товары так на нем так и написано так вот в этой в этом музее лавки я был много раз а в домике чехова я не был ни разу я даже не знаю почему там магазин то есть одно время там чай кофе продавали там прилавки ну то есть там сохранили они вид как это все было но вот я вообще не помню домик чехова я и почему я увидела на фотографиях у других нет я под не помню чтобы я там был и почему это пресса произошло почему я там не был вот это загадка для меня вот чем тебе не водоем посреди сада как раз я же говорю да песчаник вода все как положено песчаник вспоминаете да фонтаны лавочки тут даже вот тут даже удобные лавочки стоят и фонтан как-то в нашу неформальную молодость напали на нас гопники числовой перевес был прям неприличный поэтому мы естественно отгребли и в этом фонтане мы смывали кровь со своей одежды свою кровь ну это блин это молодость это школьные годы так что почему нет да да вот мы идем на зеленый театр он когда-то тоже был не под навесом но это уже перестроили тоже сделали новый и выглядит он так прикольно а здесь кстати глянь было кафе хорошая вот тоже несли почему-то не было уже вот тут было кафе кафе мороженое и я помню в детстве в моем мы тут день рождения даже мой отмечали с моими друзьями с родителями так что памятное место еще одно памятное место в минус тут деревья практически все очень старые я но есть еще такие экземпляры вот оно новое колесо обозрения старое было напротив но его уже нет и на этом мы катались дам когда-то катались на самом деле да когда поднимаешься наверх там впереди деревья видно кусочек моря и были ну и все собственно она белый дом видно ну так что такое как обзорная площадка белый дом администрация работа кипит люди готовят к сезону красиво так делают вот какая-то огромная надувная горка для детей но такого масштаба прям она сделана форме трактора трактор бэтмена причем ну да ну это колеса большие но это очень высокая конструкция а это быть мобильная это не трактор а да у нас где то есть видео надо найти вставить веселые горки на самом деле действительно веселая история они вроде детские вроде взрослым интересно вот есть такие еще горки ну это как это не американские горки это просто подвесная типа железная дорога и по ней ходят вагончики ну то есть там и ровно ходят без всяких больших перепадов это зоопарк да он небольшой работаем круглый год потом клетки с животными в принципе он тут всегда был так требуется работник стоимость берета 200 рублей взрослый и 100 рублей детский кстати гляньте тут продается шиншиллы белый ежик попугайчики кролики это все можно купить а вот интересно такая в тени деревьев карусель это лодка лодка так прилично раскачивается так вот он автодром вот там машинки на электрической тяге он работает кстати они там люди ездят потом темень такая вот если снаружи смотреть а внутри ничего вполне все видно это колесо вихрь карусель точнее очень сильно раскручивается и прикольно на ней кататься принципе тут и для взрослых будет весело а это мой любимый сюрприз такая центрифуга которая поворачивается на 90 градусов и становится вертикально она сейчас что ли выключена ну да она не работает еще либо конкретно сейчас не работает но вообще ей уже лет столько на насколько мне потому что я в детстве еще на ней катался забавная вещь вот это кстати что-то из новых либо я ее не помню совершенно эту карусель а ну тем более точно я ей думаю просто она выглядит уже как старая ну потому что на улице стоит в общем прикольно а да я мультики же писали точно аттракцион мадагаскар да для тех кто умеет читать вот надо читать сразу там все написано это памятник каштанки вот она каштанка вот другие участники это хрюша мне кажется что есть деньги куда наверное натерли пятачок достану ну как-то достанут наверно куда-то эти деньги проваливаются потом интересно красивая собака да давайте посмотрим что там ну тут всякие популярные места ресторанчик внутри там играла живая музыка когда-то наверное сейчас играет они специально тоже памятное место хорошо тут бывало сиживали было весело они очень открыли что да похоже похоже там тоже идет ремонт а это конь в поле ну да это свежее зерно это кофейня видимо нет он не живой на и мы идем дальше по петровской идем к новой библиотеке ну как новой так вот она одна из библиотек относительно новое здание хотя в лет 16 у меня в этом здании концерт был здесь проходит проходили раньше всякие концерты это библиотека имени чехова здание построено в четырнадцатом году правильно значит она была отреставрирована позже потому что здесь добавили зал и вообще как-то она стала красивая и вот здесь раньше проходили концерты всякие разные живой музыки ну в том числе у меня был концерт тоже видео у меня нет но фотки у меня сохранились кстати в этой библиотеке шикарный читальный зал фотки сейчас покажу я честно говоря здесь не был но потому что как-то не довелось это уже когда ее достроили я по-моему уже в ростове находился но здесь очень красивое место часто фоткаются это тоже знаковое место называется сквозняк в народе знаковая за тем что мы в формальную молодость здесь организовывали всякие рок-концерты постоянно вот внизу прямо на той площадке появилась такая сцена импровизированная а вот тут на этих лужайках все мы сидели тут лавочек еще не было и реально были концерты под открытым небом очень круто ну насколько я помню это было время 90-е сейчас уже не вспомню различные политические партии устраивали устраивали концерт агитировали молодежь вступать в их ряды так что ну а нам какая разница мы ходили на концерты причем все было бесплатно и как раз рядом с этим местом рядом со сквозняком находится таганрогский театр имени чехова да я сюда даже когда-то ходил он я уже даже смотрел интересного на афиши а еще же сезон не начался странные люди интересно это росомаха как это бандинка сонный дядька и буденный забавно городская администрация а фасад таганрогского театра вы его могли видеть в разных сериалах потому что в таганроге очень много снимается сериалов а а и 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 Уже 61 год делают самые вкусные пирожные, причем классику, корзинку, картошку, заварные, ну и так далее. То есть ассортимент не очень большой, но они тут исторически очень вкусные. Ну, собственно, беляши, да, это очень-очень знаковое место. Забавный факт заключается в том, что вы не сможете нигде попробовать эти пирожные, кроме как в Таганроге, в Красном Маке, потому что они их не поставляют никуда, ни в ларьки, как это делают другие сетевые кондитерские компании, ни в другие города, ни в другие точки продаж. То есть то, что они производят, они продают только здесь. Поэтому здесь в час пик бывают очень большие очереди, особенно на праздники. И все даже иногородние, ну, в Ростовской области, когда непонятно, жители, они периодически просят, чтобы мы привозили им пирожные из Красного Мака. Ну, потому что они очень вкусные, очень качественные и напоминают вкус советского детства. Потому что сделаны по рецептуре еще далеких времен, далекой эпохи. Мой любимый кусочек, Тимофей хотел сказать, что он новый. Сколько лет ему? Лет 10 ему. Ну, относительно, да. Называется он Европейский квартал. Мы в этом месте любим что? Мы любим кушать. И мне нравится визуальный ряд. Здесь, помимо всяких магазинов и офисов, есть два шикарных ресторана. Это Мадам Ку-Ку кафе и ресторан Дон Марио, итальянская кухня. Я думаю, что мы отдельно придем и врежем не сейчас, потому что у нас время еще не натикало кушать, а едим мы теперь по часам. Продолжение следует... Здесь был модный в свое время отель Престоль и не менее модный ресторан Волна с 1980 года. Он и сейчас существует, но я правда не знаю, что сейчас в нем находится, но я помню, мы в детстве ходили с родителями сюда, и здесь прям был настоящий ресторан, когда надо долго ждать смену блюд между основным блюдом, там, салатом и там еще чем-то. Проходит много времени. Для меня это было не то, что неожиданно, но это такое ожидание было, которое я не понимал, почему так долго мы ждем. А там вот все было на таком уровне, на серьезном, то есть сам такой настоящий ресторан. Ну, кстати, и Руся, по-моему, в нем была уже много позже, да? Я бы еще, подожди, я первый раз в Таганроге была, когда мы с тобой учились уже вместе. Это году в каком? У курса на третьем мы были. У тебя фотка была просто как раз возле этого ресторана. Мы с мамой ездили в Таганрог, да. Это мне лет 20 было, вот тогда я первый раз в Таганрог попала. Но мы с тобой тогда не разговаривали. Да, мы тогда... Был период, да? Поругались что-то там. То общались, то не общались, то ругались, то дружили. Короче, мы странные такие люди. Итак, маршрут. Если вы пойдете от этого ресторана и от гостиницы вниз, то вы придете к еще одной достопримечательности, точнее к двум. Это солнечные часы и каменная лестница. Мужчина, цигель-цигель, а я люблю русский турист. Должен сказать, обликом орали. Да. Смотри, какой колоритный конетель. Ну, я видела такое, Таганрог. А, да, есть, остались еще кольца в стенах для того, чтобы коней привязывали. Есть такие, ну, я сейчас даже не знаю, где, не вспомню. Где привязать коня, вообще загадка. В общем, в моей молодости здесь этих лавочек не было. И нам приходилось тут отираться или на перилах, на парапетах на этих сидеть, или просто стоя тусоваться. Это было очень неудобно. Здесь всегда был какой-то кабак, но он большую часть времени никогда не работал. Причем он был сначала открытый, потом его закрыли, сделали крышу. Но он вот в таком состоянии почему-то находился всегда. А здесь обзорная площадка. Ну, единственное, если бы, если бы кто-то подстриг деревья, сделал как-то их более ровнее, да, там можно было бы увидеть и другой берег, и море. Да. А там есть такой неухоженный сад. Неухоженный сад, но это даже не парк. Это просто люди протоптали такие тропинки. И вот где-то в тех краях тоже мы любили сиживать, там где пни, кострище, да. И где-то вот там было такое прибитое место, где мы тоже проводили время. Было весело. У нас за спиной находится знаменитая каменная лестница в Таганроге. Эта лестница, ну, имеет, конечно, историческую ценность. Во-первых, она соединяет улицу Греческую с уже Пушкинской набережной. Уже потому что название относительно новое все-таки. При мне она была просто набережная. Сейчас 4, видишь, полчетвертого. Но на этих часах, от 3 до полтретьих, видишь, в чем беда? Ну, в принципе, если так поставить, то... То что? То сейчас 4. Да, сейчас 4. Они работают, значит. Почему-то они не точно показывают. Вот эту штуку просто поставили новую. Она была сломана. Я посмотрю, если найду, как выглядела она раньше. Просто вот эту штуку уже... Ну, как и миром. Недавно поставили. Ну, время же есть. Нет, тут же смотри. Тут одни месяцы написано, смотри, а тут вообще другие. Вот, ну, май здесь. Май. С 23 мая по что-то там куда-то. Вот второе, да. То есть тут что-то вообще забор какой-то с ними есть. А никто еще? Мрамор, что ли? Да, да. Что это? Мрамор? А, не знаю. Мрамор похоже. Кто-то их растягачил? Да, и тут был вот этот вот спица, она другая была. Ее сломали, поставили вот такую потом. И так, перед нами каменная лестница. Музыка. 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 Еще одна локация, это памятник Раневской. Файнер-Раневской. Сейчас, тут сложно идти. Пойдемте его посмотрим. Собственно, почему он здесь стоит? Потому что в этом доме жила Файнер-Раневская, пока жила в Таганроге. И поэтому в честь ее установили этот памятник. Примечательно, что вот у нее зонтик. Этот зонтик уже переделывали, потому что какие-то вандалы его уже снимали. И то ли сломали, то ли украли, я уже не помню. Ну его, да, его точно делали зонтик. Она жила вот в этом доме. Там собирались сделать музей, но не знаю, есть ли он на самом деле там и собрались ли. По крайней мере, такие планы были. Ну тут есть памятная табличка. Сейчас посмотрим. Вот, родилась, провела детские и юношеские годы. 1896-1984. Это годы рождения, да. В таком красивом, тихом месте на улице Фрунзе стоит этот памятник или статуя. Тут есть лавочка. Можно посидеть на лавочке и посмотреть. Вот так. Вот такой красивый вид. Таганрог шикарно красив летом, когда все зеленое. Самый зеленый город в мире. В галактике. Таганрог самый зеленый город в Солнечной системе. А вот, кстати, забавная история. Это колонна, ну как обычно, для театральных афиш. Но она вся посвящена как раз Фаине Раневской. Здесь афиши из ее спектаклей. Кстати, вот Чеховский. Вишневый сад. Потом вырезки газет. Из газет про театр. Ну, правда, какие-то ублюдки порисовали это дело. Ну, что уж теперь делать. Вот такая прикольная афиша. Ну, да. Красиво видно было. А вот он дом, в котором она жила. Но музеем, я так понимаю, он так и не стал. И мы опять в самом зеленом городе в Солнечной системе. И мы приехали на еще одно популярное место. Популярное оно тем, что здесь всегда свадьба. Приезжают свадьбы, фоткаться, выпивать. Ну, все дела. Короче, как все любят. Вот там, кстати, мостик для замочков. Сейчас, да, покажем мостик для поцелуев. Кстати, вот эту штуку я тут не видел раньше. Тут много лавочек, вообще мест для отдыха. Вот что пишут. Так, понятно. Это крест. Троицк, как я и говорила. На этом месте 1 сентября 1699 года Петром Первым была заложена церковь во имя Святой Троицы. Храм первой военно-морской базы Российского государства, давший в Петровскую эпоху название городу Троицк. Но здесь, собственно, была заложена... Видишь, мог-то Конрог быть Троицком, а ты мог быть Трофимом. Это капец, друзья. Трофим... Реально реально. Я мог быть Троицким. Я мог быть Трофимом Князевым. Так, я понял. Ну, собственно, церкви здесь нет, но вот этот камень есть. Так, и здесь мостик для поцелуев. Ну, на самом деле, свадебная традиция вешать замки. Вот это масштаб, посмотри. Их тут очень много, да. Ты посмотри вот на этот масштаб. Ну... Это прям кто-то не пожалел. Мост сделали таким, да, серьезным. Чтобы... Чтобы вот эти огромные замки держались. И, кстати, давно висят ржавые уже часть. Прям... Вот это вообще... Ну, это какой-то самодельный замок, потому что... Денис и Катя, вы молодцы. Если вы нас смотрите, где-то вам респект за такой замок. Люди с маленькими замками должны испытывать некоторый комплекс, конечно. Денис и Катя. Да. Между прочим, по сравнению с остальными. Денис и Катя, зачем такие комплексы людям, конечно, вы делаете с таким замком? Ну, да ладно. Нет, ну это просто. Ну, кстати, вот с обратной стороны, с другой стороны, тоже здесь... Там еще один мостик, тут можно показать. Ага, ну тут какие-то умельцы буквы оторвали. Поэтому Ан... Анна и кто-то еще. Ан... Андрей... Нет. Ан... Ну, не важно. Ладно, кто бы вы ни были, вы тоже молодцы, у вас классный замок. А там еще один есть такой. А, вот еще двойную, два сердца забились, как сердце одно. Так. Это очень круто. Эти замки можно изучать, конечно, очень долго. Чем еще это место интересное? Ну, чем-чем. С шикарным видом на Таганрогский порт. Порт, правда, промышленный. То есть здесь... Вон, закрытая территория. Там работают люди, там грузы, все дела. Но... Клещи. Можно посмотреть на море. Примечательно, что я ни одного корабля там не вижу. Или вон один стоит, какой-то контейнеровоз. И, похоже, все. Ну, да ладно. Не знаю, с чем это связано. Ну, собственно, да. Вид такой. Промышленный, конечно. Зато красивые, какие краны есть. Вот. Разноцветные такие. Гуси-лебеди. И еще один мостик нам попался, но, видимо, этот не так любят сильно. Да, конечно, смотри. Ну, нет, замков крайне... Да посмотри, иди сюда, скорее. Смотри. Я никогда такого не видел. Замков гораздо меньше, но они... А, меньше, потому что их сложно вешать. Да, наверное. Они уже вот-то приперлись сюда? Ну да, он тяжелый, огромный замок. Кто бы вы ни были люди, вы тоже молодцы. Вот, эти замки, конечно, поменьше уже, но, тем не менее, тоже есть. А почему тут меньше замков? Потому что здесь такие вот, видите, дырочки, и вешать нужно их сюда на стыке, чтобы их просто не поснимали, да. Поэтому, на самом деле, не очень удачная конструкция моста для вешания замков. Так, Евгений и Екатерина. Вот красивый тоже замок. Да, Катька популярное имя в Таганроге. В общем, да, такой мост. Я, честно говоря, Ира меня спросила, как называется этот парк или площадь, а вот я не знаю. Мы всегда все говорили, у Петра, или пойдем к Петру, поехали к Петру, встречаемся у Петра. Ну, собственно, это так и называлось у нас. А как сейчас это называется? Или, может быть, это официальное название какое-то есть? Я сказать не могу. Что это будет? Что? Вот, уже готово. А что это? Прочитайте, прочитайте. Я же вешаю с вами разговариваю. Я говорю, читайте, ну, вот, подписывайтесь. Ну, ни хрена не понятно. Короче, это символическая стрелка такая, и они пишут, что... Ну, кажется, видимо, мужчина задал, но это, видимо, через минуту еще ярко пришло. Да. Короче, они пишут, что вот сюда, на этот мыс высадился Петр Первый, и, собственно, первый в мире человек вступил на эту землю и основал город. Ну, собственно, такое, видимо, такая стрелочка. Экспозиция. Отметили, что Петр был здесь. Да. Не знаю, насколько это исторически достоверно, но... Я просто думала, может, это фонтанка. Ну, есть. Нет, там какая-то вот будет штука стоять, наверное. Вон, там есть три такие отверстия. Возможно, там какая-то будет стоять стрелочка или сложно пока сказать. А вот он, дальше порт. Ну, собственно, порт он как был, так и остался на этом месте. Это самый мыс, получается. Вот карта, посмотрите. Вот мы находимся здесь. Самое-самое место. Ну, собственно, мы раньше, когда на яхте плавали, тут по заливу, всегда этот порт огибали и куда-то вот туда направо уходили, потому что Таганрогский залив, он очень большой. И если... Ну, вам не видно, наверное, противоположный берег. Это все еще часть залива. Вот смотри. Я учла опыт парижской жизни. Сделала все, как ты меня учил. Смотри, я подошла, сказала, даже здравствуйте. Я сказала, трали-вали туда-сюда, все виживало. Что? Зачем я вот это все говорю? А тебе сказали, иди нахер, девочка. Да, почему? Зачем я вот это все делала, этот весь парижский опыт? Для какой цели? Да. Я все равно ничего не поняла. 27 июля 1696 года Петр I высадился в мыс Таганрог. То есть это вот этот мыс, как раз мы на нем находимся. 11 сентября, то есть через два года, через два года здесь построили гавань. Был указ такой издан. Так. Да, два года. И еще через год был заложен город-крепость Троицкий. И, соответственно, уже через 12 лет здесь была первая морская база России и пограничный флот. Вот так вот. Мы пришли к тому самому Петру, о котором идет речь. Петр I. Пушки. Пушки нерабочие. Памятник. Ну, сейчас мы его обойдем. Потому что сейчас просто солнце как раз нам светит, получается, не очень выгодно. Но что делать? Котец с другой стороны должно быть очень красиво видно. И вот он, императору Петру I. Таганрог. Собственно, отсюда это место и называется У Петра. Ну, да как мы его называем. Таганрог. И забавный факт по поводу этого памятника. Если помните, когда появилась купюра 500 рублей, и на ней был изображен Петр I и подписан город Архангельск. Можете проверить, кстати, у кого есть в наличии 500 рублей. Так вот, долгое время ходили споры между Таганрогом и Архангельском. Был баттл. Таганрогцы считали, что это наш Петр I. И, соответственно, должен быть написан Таганрог. А Архангельск и жители Архангельска говорили, что нифига, это наш Петр I. Ну, вот таким образом оказалось два Петра I, но Архангельск почему-то занял свое место на 500-рублевой купюре. А второй Петр остался в Таганроге, но менее известный, что ли. Хотя, благодаря тому скандалу, мне кажется, все узнали, что в Таганроге есть такой Петр I. Ну, кстати, эти пушки это не муляж, это настоящее орудие, которые сохранились до наших дней. Вот такие красивые здесь аллеи. Очень все зеленое и свежая зелень, ну, потому что 12 мая еще жара южная не спалила эти шикарные листики. Мы немножко объехали порт, спустились вниз и сейчас посмотрим еще одну достопримечательность. Вот, кстати, здание вокзала, морской вокзал. Это было давно. Тут ходили этих на подводных крыльях, господи, лайнеры по всяким городам, области. Было прикольно. Ну, это было прям кубоком детства. Но здание вокзала сохранилось. плитка. Это все такое прям древнее. породили пароход в море. А что случилось? Так, вот, собственно, достопримечательность. Это памятник. Это береговая охрана, катер во время Второй мировой войны и, собственно, все про оборону города. Сейчас я почитаю. Кстати, пока я иду, вот этот контейнеровоз, который я сверху показывал, вот он тут стоит, прям за стеночкой. Так, вот он. Ну, понятно, пулемет это имитация, но он вообще натуральный. Вот. Посвящен морякам, участникам боев за Таганрог в Великой Отечественной войне 1941-1945 года от благодарных таганрожцев. Поставили его в мае 1975 года. И вот, прям с детства мы любили по нему лазить. Очень популярное было место. Ну, детей было много. Раньше детей было больше. здесь. Ну, и он, собственно, был частью этого порта. И здесь не было забора. И, собственно, он в порту фактически стоял, а не за забором. Вот. Туда можно подняться. Вот по тем волнам импровизированным можно туда подняться, залезть наверх, походить. Там все забыли, перезаварены. Так. А вот здесь что-то произошло. Взяли, загородили доступ к воде. Тут вообще всю жизнь рыбаки ловили рыбу. Прямо на этих камнях. А теперь здесь стоит замечательный забор. И, собственно, все загорожено. Есть там какая-то дверь. Вот, кстати, надо почитать, что там написано. Ведется видеонаблюдение. Ну, никогда такого не было. И вот опять. Сейчас посмотрим. Ставьте лайк, если хотите, чтобы я туда поднялся наверх. В следующий раз я обязательно там полазаю. Тем более, что я там полазил очень много раз в детстве. Да и в более позднем возрасте тоже. Так, это берегозащитное сооружение Росморпорт. Зачем вы не это сделали? Ну, берегозащитное понятно, но чем мешали вам рыбаки, вот это мне неизвестно. Да, она открывается, но я думаю, рыбаков тут нет, соответственно, их не пускают. Да, стоят камеры везде. А зачем это произошло? Чего-то боятся, наверное. Редактор субтитров Корректор А.Егорова